Доброе утро, уважаемые телезрители! Приветствую вас, дорогие братья и сестры! Народная мудрость гласит, что мечтать не вредно. И вот, несмотря на ироничность этой поговорки, в ней очень точно выражено общее наше отношение к одному из самых светлых и дорогих нашему сердцу понятий – к мечте. Пускай реальность будет самой, что ни на есть, беспросветной. Пускай жизнь сложилась совсем не так, как хотелось. Пускай мир, весь мир идет на тебя войной, и уже потеряно все, что только можно было потерять. Все это можно пережить, если у человека остается мечта. Она способна вытащить из самой унылой безнадеги. Она поднимает нас над буднями и открывает новые горизонты, пронизанные светом надежды на лучшее. Это ее веками воспевали поэты всех времен. К ней стремились в своих благородных порывах самые чистые и бескорыстные сердца. Но вдруг, придя в церковь, человек сталкивается с крайне негативным отношением к этому понятию. Вплоть до прямого отождествления мечты с нечистой силой. Мечтания бесовские слышим мы такой архаичный приговор. И для многих это обстоятельство становится серьезной преградой на пути в оцерковление и может даже совсем отвратить человека от дальнейшего изучения христианской веры. Но такой ли уж это архаичный приговор? Знаете, как и в большинстве случаев подобного рода, проблема здесь возникает не от архаичности, а из-за различного понимания и употребления одного и того же слова в просторечии и в церковном обиходе. Дело в том, что у слова «мечта» в русском языке существует множество смысловых оттенков, которые в конечном счете и определяют значение этого слова в каждом случае. Например, когда к мечтательности склонен ребенок, это обычно воспринимается как положительное качество. Но вот слово «сочетание» – «великовозрастный мечтатель» – это явно сомнительный комплимент. И получается, что одно и то же слово применительно к различным возрастным категориям приобретает прямо противоположный смысл. И в разговоре о причинах негативного отношения к понятию «мечта» в христианстве сначала нужно внимательно посмотреть, какие же вообще смыслы этого слова существуют в русском языке. Прежде всего, мечта – это заветная цель, «сокровенное желание, исполнение которого, по мнению мечтателя, должно принести счастье». Диапазон таких мечтаний чрезвычайно широк. Тут и общий для девушек всех времен и народов «Принц на белом коне» и «Надежда на славу», «Мечтаю стать кинозвездой» и «Карьерное упование» типа «Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом» и еще много-много всяких вещей, о которых можно говорить довольно долго. Для современного человека такая мечта по большей части является неким воспоминанием о будущем, возможностью хотя бы мысленно вырваться за пределы сегодняшнего своего существования и посмотреть, как же оно там, все будет потом, после таких желанных перемен в жизни. Правда, это потом целиком и полностью создано его же собственным воображением. Но тут уж деваться некуда. Более совершенного способа проникнуть в свой завтрашний день человек пока еще не придумал. С тем же успехом можно мечтать и о своем прошлом, заново проживая в мыслях те его эпизоды, которые нас почему-либо не устраивают. Ведь в мечтах запросто можно сказать совсем другие слова, повести себя совершенно иначе и вообще оказаться куда более умным, смелым и благородным, чем это было на самом деле. Такой вариант мечтательности тоже довольно широко распространен. Но в отличие от первого, он связан главным образом с негативными переживаниями и является своеобразной попыткой исправить прошлое хотя бы в этих мысленных спектаклях, где ты являешься уже не просто исполнителем одной из ролей, но еще и режиссером-постановщиком. Есть и другие значения, в наше время ставшие малоупотребительными. Например, пока еще известный и у нас поэт Александр Сергеевич Пушкин использовал слово «мечта» для определения того, что сегодня принято называть ассоциативным мышлением. Цветок, засохший бездыханны, забытый в книге вижу я, И вот уже мечтою странной Душа наполнилась моя. Где цвел, когда, какой весною, И долго ли цвел, И сорван кем, Чужой, знакомый ли к рукою, И положен сюда зачем? На память нежного ли свидания, Или разлуки роковой, Или одинокого гуляния в тиши полей, В тени лесной. И жив ли тот, И та живали, И нынче где их уголок? Или уже они увяли, Как сей неведомый цветок? Или еще одно такое устаревшее значение можно увидеть у того же Пушкина в поэме «Полтава». Я зачитаю фрагмент. «Семью стараюсь я забыть мою, Я стала ей в позор, Быть может, Какая страшная мечта, Моим отцом я проклята». Здесь мечта Употреблена уже в качестве Предположения, Некой Гипотетической возможности. Сегодня Вряд ли кому-то придет В голову Изъясняться подобным образом. Хотя Всего лишь два столетия назад Подобное слово Употребление Не вызывало У читателя вопросов. А ведь Церковно-славянский язык, На котором и у нас, И в России, И на Украине Были сформулированы Все вероучительные Истины христианства, Возник гораздо раньше, Чем язык Пушкинской поэзии. И потому неудивительно, Что многие слова, Которые пришли В нашу речь Из тех далеких времен, Сегодня воспринимаются Нами В их Современном значении, Даже если Они и употреблены В церковной литературе. И вот С мечтой Произошла Именно такая история. Дело в том, Что слово Мечтание На церковно-славянском языке Означает Буквально Призрак, Некий образ, Не имеющий Ничего общего С реальностью. В принципе, К этой категории Можно было бы Отнести Плоды Тех самых Мысленных Путешествий В прошлое И будущее, Закрыв тем самым Все Дальнейшие Вопросы. Но это было бы Слишком простым И поверхностным Решением Проблемы. Но, а так как В данных Передачах Мы Мы поверхностно К подобного рода Вопросам Не относимся, Поэтому Размышления Продолжим В нашей Следующей Встрече. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok